В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Впереди майские выходные, и многие поедут за город на шашлыки, на дачу и просто на природу. И мы хотим сегодня поговорить о пожарной безопасности. В гостях у меня заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостоку, управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по Приморскому краю, майор внутренней службы Андрей Сидник. Андрей Анатольевич, добрый день! Здравствуйте! Хочется первый вопрос задать, и он основной, да? Какова же сегодня лесопожарная обстановка у нас во Владивостоке? Что происходит? В настоящее время в Владивостоке у нас встречаемся с большим количеством палов сухой растительности. И у нас за это все время уже их порядка 420. Помимо того, что это у нас возникает, есть и привлеченные лица, да, которые в свое время не выкашивают траву, не убирают, да, не убирают мусор, соответственно, это в основном, конечно, у нас работа идет с управляющими компаниями, но есть и территории, где граждан, где непосредственно территория, да, отсутствует уборка растительности, сухой травы, то есть участки какие-то в запустении. То есть часть людей, они просто, допустим, получая какой-то участок или имея в собственности, скажем так, не ездят туда и не убирают сухую растительность или траву, и на данных участках происходят, например, палы или сжигание травы, либо просто, да, где-то с соседнего участка переход, то, соответственно, при выезде на данные участки мы в течение, там, суток-двое узнаем, кто собственник данных участков и вызываем их для привлечения к административной ответственности за не уборку от мусора, от травы и горючих отходов. — А что или кто зачастую становится причиной этих пожаров? — Ну, зачастую, конечно же, это несоблюдение самых простых правил, наверное, у нас. Как бы не казалось бы, что со стороны, да, что это выглядит более, скажем так, вот встреча людей, вот объясню, то есть каждый человек, он начинает говорить, что да я знаю, да мне не надо, я вот на пять минут отошел, я на три секунды отошел, и все. То есть буквально человек, допустим, начинает сжигать траву, при том без соблюдения требований пожарной безопасности, да, не ознакомлюсь с этим, хотя на данный момент эти нормы установлены, и оставляет это без присмотра. Ну, соответственно, город у моря, либо там ветра у нас, знаете, да, ветерок подул, и таких, как правило, мест низкогасителей, ничего нет, то есть невнимательность, очистка никакой не произвели вокруг мангала, либо вокруг ямы, да, какой-то, либо бочки, и, соответственно, у нас идет распространение огня. Дальше, конечно, это шалости каких-то людей, либо обычные, скажем так, сигареты. Ну, чаще всего это просто люди могут кинуть сигарету, да, и оно может произвести воспламенение. Там, конечно, то есть, ну, если так даже пройдемся по дворам, то есть люди, как правило, не тушат сигарету, не выкидывают в мусорку, а зачастую кидают на землю. Казалось бы, из-за обычной сигареты вот так может воспламениться, возгореться целый, разгореться целый пожар, да? Да, и не только пожар, мы же должны понимать, что у нас, как правило, допустим, где-то пал, да, прошел, какие-то колеса, да, где-то вот под квартирой у нас, как правило, могут, да, там дети, кто-нибудь играл, и все, дальше перекидываются на пластиковое окно, балконы и тому подобное, и пошли у нас, кажется, квартиры. Да, есть случаи, когда у нас из окон люди, то есть, незатушенные сигареты выкидывают, оно попадает где-то в обшивку, вот, соответственно, у нас начинаются возникать такие пожары, что выгорят по несколько балконов и тому подобное. 420, более 400, вы сказали, уже было. Да, 421 уже, только-только палов на открытых территориях. Это много? Это много, у нас это превышение идет, порядка 20%, именно, если сравнить с предыдущим временем. Но, если сравнить именно по учебным, то, конечно же, у нас тут лучше, потому что данные пожара, с учетом того, что все-таки максимально применяется и администрации города где-то, и управляющей компанией, да, понимание, то у нас не допущено от этого перехода в этом году пока ни одного. То есть, именно, чтобы такой большой ущерб принести или повреждения каким-то активом в этом году у нас не было. То есть, скажем так, без потерь практически проходим, минимальных, но увеличение есть, очень значительное. Ну, вот так интересно, да, мы говорим про Владивосток, а я на предыдущих выходных буквально проезжала по краю, край горит, край в огне. То есть, на моих глазах идет вот этот пал сухой травы, и в основном это дачные какие-то участки, частные участки. Я так понимаю, что причиной в большинстве случаев становится все-таки именно сам человек. Ну, смотрите, у нас, конечно же, рассматривать надо ситуацию каждого отдельности в любом случае. И вот по примеру, допустим, Владивостокского городского округа я могу сказать, что да, у нас чаще всего, если садовые рядом участки находятся, например, либо с лесополосой, да, либо рядом необслуживаемый участок, да, в принципе, вы же не можете знать, да, вот у нас люди проезжают мимо и думают, что, говорится, это лес. То есть, тоже тут надо немножко разграничить понятие. Это может быть чей-то участок, который, скажем так, не обработан, да, не проведена вся работа, которую необходимо было сделать. И, допустим, момент у нас такой бывает, что, конечно же, у нас есть и случаи, есть и самовоспоменение, да, различные, скажем так, отбитого стекла может произойти. В любом случае есть там и природные какие-то влияния, да. Не раз выкладывались данные, видео, да, у нас есть, в общем, доступ на различных интернет-порталы, что там есть, как долгое время лежит на солнце, как бы у нас же дни солнечные в этот момент наступают, и стекло, как обычная лупа, воздействует, то есть, увеличительное стекло, как вот раньше в детстве мы выжигали, так же вот тут оно влияет. Конечно, случаи могут быть разные, и тут надо смотреть, откуда начался по признакам, то есть, смотреть, откуда пострадали деревья, то есть, есть определенные виды, да, как сотрудники органов дознания и других выясняют, откуда пошло горение, как это вычислить, выясняют, там, подобное. То есть, спасатели МЧС по Приморью этим тоже занимаются, огнеборцы? Да. Выясняют причины и так далее и тому подобное. Ну, это вот входит как раз в компетенцию наших отделов, органов надзорной деятельности, которые именно проводят первичные меры, расследования, ну, и производят все данные мероприятия с установлением причин пожара, что обусловлено распространению пожара, и взаимодействие со многими органами, у нас достаточно хорошо развито, в принципе, взаимодействие, у нас происходит выяснение обстоятельств данных пожаров. Раз уж мы заговорили про дачные участки, у меня здесь два вопроса, да, первый, наверное, как себя вести на дачном участке, и второй, как защитить этот дачный участок, чтобы, ну, не произошло пожара, не было нанесено ущерба какого-то серьезного. В первую очередь, конечно же, начнем изнутри пока, да, дома рассматривать. У нас есть основной принцип, да, это у нас есть окислитель, кислород, который мы не исключим, это есть источник зажигания, вот мы, вторая причина, третья, это у нас есть, ну, как идет треугольник пожара, это само вещество, да, которое горит, чтобы понимали. Вот, мы начнем, наверное, домики, это у нас в основном части деревянные, да, каких-то требований к внутренней облицовке у нас особых нет. Там есть свои особенности, скажем так, такой нет, что люди, допустим, используют мебель тоже горючая и тому подобное, вот. Ну, и у нас первое, что внутри, это, конечно же, печи. Электричество и печи, как у нас происходят? В ночь у нас еще холодно, а днем жарко. И люди начинают скочегаривать печь, но печи тоже у нас, я так понимаю, в большинстве случаев, как в виде отопления, либо приготовления пищи, они у нас сделаны либо самодельной, либо редко, когда встреча заводская, установлены притопочных листов с хорошей изоляцией, ну, и с защитой труб, например, да, в этом, вот, с искогасителями. То есть там идет очень множество требований к печам, в зависимости от объема, то есть от помещения, да, и, конечно, это несоблюдение правил печи. Могут даже перекалить печь. Следующий вопрос, это у нас возникает по электричеству. Многие дачи уже повелись электричеством. То есть, соответственно, зачем кому печи нужны? И начинают включать электричество, да, розетки, оставлять без присмотра. Ну, и основной момент, у нас, конечно же, на определенную мощность рассчитана наше электрохозяйство, даже в квартирах, в тех же домах. Ну, и, соответственно, определенные мощности А, определенные электрические кабели, которые у нас по правилу противопожарного режима запрещено проводить по горючим основаниям. То есть уже, так как бы есть официальный запрет, все, то есть они именно в правилу пожарной безопасности, то есть проводить кабель по горючим основаниям. Как правило, у нас могут провести это по стене, и происходит возгорание при превышении мощности, при шунтировании у нас автоматов, там различные виды, при просто внешних повреждениях, при перегрузке, при аварийных режимах работы. Их довольно большое множество, да. Ну, а также у нас на даче что обычно везут? Не новую же технику, потому что где-то могут украсть, еще что-то, да, как говорить правду, да, скажем так. Вот, и у нас возникает такой вопрос, это, конечно же, оборудование, которое предназначено прослужить 10 лет, да. А оно служит 30. Да, и у нас какое это оборудование в основном? Это холодильники, они же предназначены для постоянной работы. Их ставят возле горючих, да, каких-то обшивок. Ну, соответственно, там есть детали, которые выходят из строя. И холодильники очень часто. Это одна из основных, скажем, не только для дач, вообще даже для квартиры, это одна из причин. Ну, обогреватели, ну и курение, конечно. У нас все что-то туда едут. Отдыхать. Отдыхаем, но большинство, ну не большинство, наверное, в принципе, это просто, скажем так, немалое количество людей могут там выпивать, курить, тому подобное. Курение мы возвращаться уже не будем, мы уже это обсуждали, да. Дальше мы переходим как бы в наружную часть, как бы улицу, да. Это, конечно же, забор, да, в первую очередь. Конечно же, он может спасти. Тут вопросов нет, любой забор. Смотря какой забор еще. Ну да, конечно же, тут зависит с нашими ветрами. Тут нужен более глухой такой, хотя это очень тяжело, да. Конечно же, уборка территории своей. От сухой растительности, от мусора самое главное, да. Большинство людей накрывают у нас грядки, это чем? Обычными досками, какими-то полиэтиленом, да. Тоже клубнику. У нас большое количество теплиц, которые также сделаны из горючих этих материалов. Ну и, соответственно, человек все соблел, да, а соседей нет. То есть, конечно, тут становится вопрос, почему необходима будет работа садоводческих обществ, организаций, с теми участками, которые стоят более в заброшенном виде. Как правило, да, распространение может от них очень сильно пойти. Следующий момент – это расстояние между домиками. Начинает, да, я построю поближе, да, мы вот рядышком, и, соответственно, что увеличат при загорании соседского дома. Быстрее перейдет. Быстрее перейдет, да. Но, соответственно, в этом у нас тоже могут возникнуть проблемы. Уборка мусора, она, конечно, спасает. Уборка сухорастителя, потому что гореть нечем, в принципе, она пролетит и все. Ну, дом снаружи, конечно же, мы советуем, если он деревянный, то снаружи, конечно же, стараться обрабатывать им какими-то минимальными средствами огнезащиты, потому что, в принципе, чтобы откуда-то не прилетело, да, и оно не дальше не пошло гореть. В принципе, это защитит достаточно хорошо. Ну, а сарайчики и тому подобное, да, стараться минимизировать к этому. У нас сейчас есть большинство материалов очень не горючих, там не то, что именно железо, а различные виды, которые просто... Просто плохо горят. ...через определенное время, скажем так, быстро не загорятся, и, соответственно, оно, искра или что-то, оно произойдет в самозатухании, скажем так. То есть тоже использовать, ну, думать перед этим. И смотреть, конечно же, кто у вас сосед. Не надо сразу, конечно, с жалостом друг на друга, еще что-то, но в любом случае надо посмотреть и стараться обезопасить себя на будущее, понимая, что вот там сосед, он, допустим, там они выпивают, гуляют там, соответственно, я вот здесь забор хотя бы здесь поставлю более плотно, например, чтобы вижу, что они там жгут, без присмотра оставляют и тому подобное. Многие отправятся, мы заговорили про отдых, многие отправятся впереди майские праздники, отдыхать на шашлыки, на природу, на пикники. Как вести себя в этом случае? В некоторых районах края, да, у нас уже введены противопожарный режим, который будет запрещать использовать открытого огня. То есть не поедем мы на шашлыки? Да. Официально, по крайней мере. Да. В некоторых мы уже не должны будем ехать, есть запреты по поводу выходов, да, и говорили и тому подобное. То есть сотрудниками также будут полиции производиться рейды по привлечению к административной ответственности. Вот. Что бы я хотел сказать по поводу, то есть у нас, я зачитаю даже с постановления правительства, я думаю, будет это правильно, чтобы понимали, что при использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях, например, мангала, жаровнях, на земельных участках, населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям, сельскохозяйственное назначение, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов до 2 метров. То есть, в принципе, это небольшая проблема, потому что люди, как правило, когда готовят пищу, они же не хотят, чтобы она сгорела, подгорела. Ну, конечно. И, как правило, не следят за ней. Поэтому, в принципе, тут логично, что и расстояние до жилых домов, построек, и плюс они используют угли чаще всего, ну, либо пока дрова не прогорят, то есть стараются следить за этим. А какие мероприятия применяются для предотвращения возникновения пожаров? Ну, у нас есть большое количество мероприятий, конечно. Сейчас у нас сами проверки, мы уходим на второй план, мы все-таки переходим уже в стадию профилактики пожаров. Что мы делаем для профилактики? Конечно, у нас есть профилактические визиты. Мы производим разъяснения, да, производим общение с людьми, то есть при проведении профилактических визитов устанавливаем свои нормы. Нет, это сейчас новый вид такой у нас установлен законодательством Российской Федерации, да. Сейчас он у нас как раз по краю... Вместо рейдов у нас сейчас достаточно часто используются выездные обследования. Выездные обследования-то как происходят? То есть мы даем задания при определенных горениях, да, в определенных местах, при определенном анализе, да. Мы пробуем анализ, где у нас самые такие места, потому что как бы везде же всех не направишь сразу, то есть столько людей-то нет. Ну и тотальный контроль, для чего люди в любом случае должны отдыхать. Тут скажут на каждом шагу, да, пожарный надзор. Ну да. Мы собираем, где места особо проблемные, туда выписываем задания, да, и на выездные обследования у нас уезжают люди. Они просто ездят, да, там, без даже взаимодействия смотрят. Если действительно есть какие-то проблемы, то это сообщается в органы, да, и производят уже различные другие контрольно-надзорные мероприятия. Либо взаимодействие с полицией, либо без взаимодействия где-то с полицией самостоятельно проводят уже, в зависимости от принадлежности данного объекта. Потом, помимо этого, другими контрольно-надзорными органами, да, происходят рейды, где уже непосредственно нарушители, да, ну, говорят, сколько может, если человеку уже сказали, не ходите, у вас тут сейчас все горит, пожароопасный уже период начал, режим, да, объявлен, скажем так. У вас уже здесь все, на постановлении Примозного края, там, все вышло уже, вам уже всем разъяснили, а вы в любом случае идете и нарушаете. Ну, здесь уже, конечно, вступает в силу у нас разной статьи Кодекса об институте правонарушения, это 20.4, 8.32. Ну, вот это интересно, да, какие есть меры воздействия, скажем так. Ну, вот у нас даже выделено, допустим, в статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, у нас именно есть выделение, да, допустим, части первая, это часть вторая, те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, то есть нарушения требований пожарной безопасности. Они влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 рублей, на лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования у лица от 30 до 40, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч. То есть от 2 тысяч до 400 тысяч разброс. То есть если ты предприниматель, то готовься заплатить полмиллиона практически за то, что ты устроил пожар. Да. Ну, тут еще зависит от того, от ущерба или нет. То есть, допустим, если происходит уничтожение повреждения имущества по неосторожности, это, допустим, 168 статья уголовного Родиса Российской Федерации. Также у нас есть уничтожение и повреждение лесных насаждений 261, 219 – это нарушение требований пожарной безопасности. Тут вплоть до лишения свободы и так далее, скажем так. То есть в зависимости надо смотреть от того, что повреждено, кто пострадал, как это произошло, какой ущерб. И то есть оценивается со всех сторон, и уже там дальше уже принимаются меры. Также есть статья непосредственная, это нарушение правил пожарной безопасности в лесах. То есть здесь тоже у нас идет наложение штрафа на граждан в размере есть от 1 500 рублей. И за выжигание есть, допустим, лесопарковая зона от 4 000 и тому подобное. Ну, за это уже по статье не только государственный пожарный взор работает, но и сотрудники полиции у нас. Интересно тоже, вы объясняли, что оценивается ущерб, разбираются причины. То есть я так понимаю, что приезжает бригада, которая занимается расследованием этого пожара. А так это происходит? Да, ну, сейчас определение, что там доследственная проверка и тому подобное, мы не будем в это нам входить. У нас есть, в нашем отделе есть, например, органы дознания. То есть они производят как? К нам поступает сигнал от пожарных, либо от других источников, и мы производим проверку по происшествию. То есть мы уже там выясняем, пожар это либо иное происшествие. То есть там уже устанавливаются у нас определенные юридические моменты, и на основании этого, конечно же, устанавливаются причины пожара, у нас устанавливаются виновные лица, либо есть какие-то другие моменты, по которым произошел пожар. И на основании данных выводов уже либо отказываются возбуждение уголовного дела, либо возбуждаются уголовные дела. Там устанавливается также во время этого ущерб, также кто пострадал, пострадавшие лица опрашиваются, все делаются запросы, да, все как бы и виновники, и невиновники, когда все участвующие лица делаются запросы на земельные участки, на квартиры, допустим, на соседние здания, которые, в принципе, по-видимому, причинами могли пострадать, осматриваются также эти все помещения. И в течение, допустим, чаще всего до 10 дней уже выносятся данное решение. Если я вдруг увидела, что где-то на соседнем участке или на моем участке произошел пожар, нужно пытаться тушить самостоятельно или нужно сразу звонить ответственным лицам? Вот, смотрите, тут очень вопрос хороший, потому что у нас есть, конечно же, насчет этого, я вот хотел бы даже это зачитать с самого начала, потому что данную обязанность сейчас ввели, то есть она прописана в правах противопожарного режима. Это при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, задымлении, ну, скажем так, везде, все граждане Российской Федерации, иностранных граждан, лицам без гражданства. Первое, немедленно сообщить об этом по телефону пожарную охрану с указанием на именование объекта защиты, адреса, место его расположения, место возникновения пожара, а также фамилия, сообщающая информацию. Почему? Потому что самые первые данные для нас самые важные, то есть первичная информация, она очень важная. Второй момент – это принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровья людей, меры по тушению пожара в начальной стадии. То есть, чтобы вы понимали, насколько это опасно, то, например, если он сотрудник пожарной охраны где-то на даче, то он больше знает, с какой стороны придется потушить, с подветренной, как обойти пожар, куда он может распространяться. Он, в принципе, ориентируется на данный момент и видит обстановку. Но, как правило, гражданин, он не всегда может оценить эту обстановку правильно. И в этом году у нас уже три человека являются пострадавшими, так как сами начали тушить, получили ожоги. То есть именно телесные повреждения физические. Да, именно получили. Но это как бы не на такой территории, но в данном случае они принимали сами, пытались потушить. Конечно же, это помогает в том, чтобы не распространялся пожар. Но приводить к травмам и гибели, это последнее дело, потому что имущество, оно не столько принесет вам в жизни каких-то удовольствий, но, скажем так, как ваше здоровье и ваша жизнь, да, человека, любого. Поэтому, в принципе, если у вас есть огнетушитель, если у вас какая-то есть, допустим, водяные емкости, да, особенно под давлением, да, скажем так, это скважина и тому подобное, конечно же, можно каким-то небольшим словом, если есть, да, там, принять недалеко, допустим, если вы видите, что огонь идет в вашу сторону, это пролить водой. Ну, если он далеко расположен, например, вы оцениваете, да, ситуацию, но вы должны оценивать все равно в любом случае, что он пойдет в два раза быстрее, чем вы думаете, минимум уже так, то есть это облить водой, да, и пролить, то есть получается, что в любом случае это либо остановит его, либо затормозит. Ну, и если там небольшой человек пожар, конечно же, при отсутствии, опять же, угрозы для человека можно принять меры тушения пожара. То есть сами тушим только в третью очередь, перед тем, как сообщили и перед тем, как эвакуировались. Да, конечно, потому что с вами же дети могут быть, с вами могут быть старики, могут быть кто-то из инвалидов, да, кто-то может спать в состоянии, кто-то может, ну, скажем так, выпивши немножко, быть в алкогольном опьянении, да, кто-то после тяжелого дня очень сильно уставший, потому что люди, как правило, приезжая на дачу, они, ну, либо на шашлыке, они пытаются отдохнуть. Мозг в этом случае бывает отключается у людей, то есть они бывают не... Не в состоянии просто. Не в состоянии даже подумать. Ну, и самый главный вопрос, вот я уже задавал его, да, и хотел бы задать, чтобы каждый человек обязательно для себя сейчас подумал, «А какой номер сотового телефона в пожарную охрану?» При опросах мной людей 90% не отвечает на вопрос. И какой? У нас номера это 112 и 101, самые основные номера, конечно, сотового. Я знала, я молодец. Но 90% нет, сейчас, наверное, больше. Раньше было хорошее требование, да, пожарный запас, сейчас его исключили, это в каждом помещении должен был быть номер пожарной охраны. Для чего? Потому что мы не раз сталкивались с тем, что у людей паника. То есть люди, ну и не только даже паника, у нас люди начинают в первую очередь снимать. Все, видео там выложу куда-нибудь. Вместо того, чтобы позвонить. Люди, да. Минуты, секунды, это все. У нас не зря установлен норматив 10 минут, потому что 5-6 минут уже езды, это 10 минут дом сгорит. Ну вот, кстати, как происходит тушение? То есть пошагово объясните. Вот загорелся участок. Ну тут немножко не моя некомпетенция, даже сильно. Я сейчас нахожусь в органах Государственного пожарного надзора. Тут уже это целая наука, скажем так. У нас есть определенная служба, которым все занимаются. И в первую очередь, конечно же, они по прибытии должны оценить обстановку, посмотреть. Конечно же, это про людей узнать, что мы вот с вами говорили, да, какие у нас места водоисточников, что там повреждено, что говорить, да, произвести разведку. А разведка, ну, у нас идет с того момента, как уже прошел вызов. То есть человек уже понимает первичную информацию. Чем больше человек сообщит, тем больше будет знать по прибытию к РАУ, да, подразделения пожарной охраны. Вот, например, они уже в дороге могут выяснить, да, там, первичную какую-то обстановку, уже владеть ей, да. И по прибытию, уже приближаясь к этому, они уже будут где-то видеть, с какой стороны ветер, куда идет, где дым, с какой стороны лучше подъехать. Также уже в это время выясняется, где ближайшие водоисточники, да, особенно если у нас удаленный, да, объект. Это, в принципе, где им брать воду, потому что там, ну, буквально 5-6 минут машина, все, воды нет. Ставят это 6 тонн, то есть там даже, может быть, меньше, бывает от напора зависит, да, все, от того, сколько подали, то есть там минуты. Ну, и забор воды, соответственно. Ну, и там есть еще очень много вещей, потому что для этого есть люди, которые обучаются руководителям тушения пожара, именно это отдельно проходят зачеты, они специализированы, да, и сдают экзамены, скажем так. Андрей Анатольевич, ну, вот впереди, да, у нас майские праздники самые любимые наши, самые теплые. Что, какие рекомендации дадите жителям Владивостока? Ну, в первую очередь, наверное, отдохнуть, да, после тяжелых, скажем так, трудовых будней. Второе – это быть внимательнее. Внимательнее не только, да, к себе, скажем так, к своим действиям, да, особенно с отдыхать. Но также вы не забывайте, что вы находитесь с детьми, либо со взрослыми людьми, а также те, кто вас там вокруг окружает. Не надо там ругаться, еще что-то, но в любом случае где-то необходимо за этим смотреть, да. Стараться, конечно же, не использовать, особенно в настоящее время, вот сейчас, не использовать никакого открытого огня, стараться избежать минимально, да, разведения, приготовления пищи на огне с применением дров и тому подобное, когда будут разлетаться у нас искры, да. У нас в любом случае лучше дрова, кажется, заменить углем, да, действительно, будет немножко получше. Вот. Но стараться избежать, вот эти две хотят майские праздники, пока не появится у нас существующая погода, там где-то дожди, либо у нас не будет уже зелень везде, стараться, чтобы все-таки избежать этих вещей. Можно там провести их у нас, конечно, город, в чем хорошо, что у нас много моря рядом, да, есть пляжи какие-то, можно провести их там на физической каких-то, да, культуре, скажем так, там, есть вот различные на русском острове у нас, да, уже сделали велодорожки и тому подобное. То есть воздержитесь определенное время, я бы хотел пожелать, наверное, вот это, что много проблем принесете не вам, а службам, и можете принести много проблем людям, да, которые могут пострадать от действий таких. Но если в любом случае, если все-таки решили ехать, то, конечно же, это посмотреть, где введен у нас противопожарный режим, где у нас есть менее, да, там, пожаропастая обстановка, то есть, опять же, я говорю, ближе, наверное, к морю будет проще, что там будут песчаные пляжи, нет вот этой травы, сухорастительности не убраны, и где будет очистка намного проще. Единственное, там есть ветер. Хотел бы еще пожелать понимания, самое главное, понимания не только к себе, но и ко всем людям, да, окружающим, и, наверное, взаимоуважения. То есть, а так, в принципе, наверное, все. И помнить телефоны 112 и 101, наверное, а так. Да, это очень важный момент, да, помнить, и, конечно, и свои обязанности, что в первую очередь надо вызвать, потом людей эвакуировать, только потом приступить, потому что это самое главное. Ну что ж, спасибо, что пришли. Я надеюсь, что прислушаются наши граждане к вашим рекомендациям, и избежим пожаров на майских праздниках. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о том, как не допустить возникновения пожаров. В гостях у нас был заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостоку, управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Приморскому краю, майор внутренней службы Андрей Ситник. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин